Приветствую вас! И вы сейчас переживаете. Вам плохо. И то, что вам плохо, свидетельствует о том, что вы неудовлетворены. Неудовлетворенность раздается тем, что человек не способен реализовать свои желания. Свои желания, которые в данном случае вы связывали с данным мужчиной, с женатым мужчиной. Поскольку вы приняли решение расстаться с ним, это означает, что он, скорее всего, не собирался разводиться со своей женой, не собирался сделать вас своей первой и единственной женщиной, а хотел, чтобы вы были для него второй. То есть с ней и единственной. То есть, по сути, он хотел подчинить вас своим интересам. По сути, он не думал о ваших чувствах, а думал только о своих переживаниях. О том, чтобы ему было комфортно, чтобы ему было удобно, ну и так далее. То есть, ради вас он делать ничего особо не хотел. И вы, понимая это, борясь за свою самооценку, за свое удостоинство, за свою гордость, решили с ним расстаться. Но вам плохо. На близко какая получается ситуация. Если вы человека любите, любите искренне, безусловно, то вы хотите ему счастье. Если человек согласился на расставание, значит, с вами он был недостаточно счастлив, а точнее, не в большей степени счастлив, чем, например, со своей супругой. И это значит, раз он с вами согласился, значит, с супругой он счастливее. И как человек, искренне любящий его, вы, по идее, должны бы за него быть рады. Но вы не рады. Вам плохо. И это значит, что вы хотели что-то в этих отношениях с мужчиной для себя. Какие-то желания для себя вы пытались с ним реализовать. И вот именно отсутствие удовлетворения, отсутствие реализации этих желаний и дает сейчас вам плохое ощущение себя самой. Давайте подумаем вместе. Какие желания у вас были через этого мужчин? Какие свои потребности вы хотели удовлетворить через него? Именно они оставили вас в зависимости от этого человека. Именно они сейчас вызывают у вас негативную реакцию. И именно осознание этих желаний, осознание этих потребностей и удовлетворение их напрямую, без посредников, поможет вам избавиться от плохого ощущения, от того, что чувствуете себя плохо. Избавит вас от зависимости от других людей, в частности от мужчины. И поможет вам устраивать отношения на равноправных, независимых основах. Вы можете сами попробовать определить, какие желания у вас были, которые вы через мужчину пытались реализовать. Если не получится сделать это самостоятельно, выберите эксперта на нашем ресурсе и проработайте с ним данную проблему. И вы тогда вместе с ним, найдя эти свои желания, потребности, выработаете стратегию по удовлетворению их и тем самым станете свободными. Вы будете свободны от мужчины, от зависимости в нем, от нуждаемости в нем, от потребности в нем. И будете руководствоваться в своей личной жизни не своими желаниями, а желаниями делать человека счастливым. Давать ему то, что он хочет, но при обязательном взаимном отношении такого же рода. Что я определяю? Равноправные, безусловные, искренние отношения. Бескорыстные. А то, что вам плохо, означает как раз-таки наличие скорости. И может быть вы считаете, что вы хуже. Может быть ваше негативное состояние вызвано потерей уверенности в себе, снижением самооценки. Может быть так. Но тогда нужно определить, а в чем конкретно вы не уверены в себе? Почему вы считаете, что то, что произошло, говорит о вас негативно, выставляет вас виноватым? Ведь в этом случае получается, что вы оцениваете свой поступок как неправильный. Но, тем не менее, он правильный. И возникает вопрос, а в какой части, в каком элементе вы сомневаетесь и почему? Вот этот момент вам тоже нужно разобрать. Либо самостоятельно, либо с помощью специалистов. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.